Сейчас мы видим нефтеперегонный комбинат Батэйзи Кук. Там находится производство бензинов и всяких масел и прочих производных нефти. Принадлежит этот завод с самого начала семье Офер. Были братья Офер. Один из них Саммер умер 5 лет назад в возрасте 95 лет. А другому Давиду, сейчас 98 лет, естественно, они не уделы уже. Так вот, этот завод работал задолго до независимости Израиля, еще при турецком режиме до 1914 года. С 1914 года территория Израиля отошла по мандату Лиги наций к Великобритании. Сроком на управление на 100 лет, по-моему, если я вспомню точно. Значит, на этом заводе 6 апреля 1948 года прогремел взрыв. Террористы из, ну, называют их партизанами, евреи взорвали там бомбу. Это был теракт против арабов. В это время заходила, то есть была пересменка, утренняя смена. Рано утром взорвали эту бомбу. Погибло 6 арабов рабочих. И тогда, значит, мусульманское и не только христианское население здесь, раньше было христиан больше даже, чем мусульман. Из деревень, которые работали на Батезе-Кок, они толпой ринулись на Хайфу угромить евреев. Они дошли вот до Халисы. И там их встретили добровольческий 22-й батальон Хаганы. Прошу отметить, это за месяц до объявления независимости. И погибли все защитники Хайфа. Там сейчас дома, на которых есть следы пуль. И запрещено законом ремонтировать эти дома, чтобы следы пуль так и оставались. То есть это как экспонат исторической памяти. В то время был мэром города Флиман еврей. Помощником его был Хасан Шукри. Был разработан план провести операцию миспарайм, ножницы. Значит, на улице Халуцы расположились спиной друг к другу английские солдаты. Между ними стояло ополчение еврейское. И арабские защитники были с этой стороны, где мы находимся. Вот по этой улице произведена была операция по выселению людей в соответствующий район. То есть было определено, что выше улицы Халуц, Хайфа, будут находиться евреи. А ниже улицы Халуц будут арабы. То есть их разделили в один момент. Буквально за 5 часов была произведена эта операция. И таким образом все еврейское население из этого места было переведено туда, выше. А все арабское население было сюда, ниже. То есть это и так оно и осталось. Как бы вот мы видим сейчас, что мы находимся в этом арабском месте, а там выше жили евреи. Причем надо отметить, что Хайфа была у гостиницы Дан Панорама. То есть выше она не поднималась. Дан Панорама – это две высокие башни, это две гостиницы. Это место обычно у нас называется Дан Панорама. Но это название гостиницы. Вот обычно до этого места Хайфа так такова и не существовало. Там был лес. Там был лес. И извилистая каменистая дорога была. Сейчас это считаются престижные богатые районы. Там находится район Дэния, где живут богатые миллионеры. Так же и живет мой хозяин моей фирмы. А я живу дальше в арабской деревне. Антон живет дальше в арабской деревне, где-то вот в этом направлении, которое я сейчас покажу. Значит, еще что надо отметить, что я забыл сказать, что улица Халутс – это начало района Адар. На иврите означает «великолепный». То есть это было до объявления независимости. Там есть дома, которым по сто лет. Построены еще при турках. И очень много домов при англичанах. То есть практически вся архитектура там английского времена. Этот район действительно был район шикарных магазинов и богатых людей. А сейчас это просто насмешка. То есть этот Адар стал довольно заброшенным районом. И там очень низкие цены на жилье.